Добрый день, дорогие ребята! Давайте все вместе прочитаем стихотворение. Прекрасно все на небе. Прекрасно на земле. Прекрасно все вокруг. Прекрасно все во мне. Тема нашего урока – слово, предложение, текст. Сегодня на уроке вспомним, что такое предложение. Узнаем, что такое текст. Научимся составлять текст. Сейчас я вам загадаю загадку, а вы должны отгадать. Есть у радости подруга в виде полукруга. На лице она живет, то куда-то вдруг уйдет, то внезапно возвратится. Грусть, тоска ее боится. Что это? Улыбка. Правильно. И я надеюсь, что вы все чувствуете себя хорошо и настроены на рабочий лад. Улыбнитесь друг другу. Улыбнитесь мне. А теперь скажите, как называется первая буква в слове «улыбка»? Буква У. Сейчас, ребята, мы повторим написание заглавной буквы У. Начинаем писать букву У. Слева направо делаем закругление, опускаем вниз прямую линию. Не дойдя до верхней линии, закругляем вправо. Ведем линию вверх до линии первого элемента. Начинаем опускать вниз до нижней линии рабочей строки. Делаем закругление влево. Написали? Молодцы! Какое время года изображено на рисунке? Послушаем, вспомним стихи про зимние месяцы. О каком месяце идёт речь? Нашу речку словно в сказке за ночь вымастил мороз. Обновил коньки салазки, ёлку из лесу привёз. Декабрь. Открываем календарь. Начинается январь. Какое время года изображено на рисунке? Время года весна. Вспомните стихи про весенние месяцы. Угадайте, о каком месяце идёт речь? Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. Зайчик бегает по парте и по карте на стене. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи апрель. Декабрь, январь, март, апрель. Запишите название этих месяцев. Постарайтесь запомнить, как они пишутся. Кого мы видим на картинке? Карлсон и малыш пришли к нам в гости. И начали спорить. Карлсон говорит, что это предложение. Малыш говорит, что это слова. Кто прав? Конечно же, прав малыш. Мы записали с вами слова. Малыш хочет рассказать, что такое слово. Слово называет предметы, действия, явления, признаки. Из слов составляем предложение. Карлсон составил логическую цепочку слов и что-то перепутал. Мы должны помочь ему. Восстановите перепутанную логическую цепочку слов. Предложение. Звук, звук, слово, слог. Правильно он составил? Конечно же. Нет, он неправильно составил. Давайте вместе исправим его ошибку. А в этом нам поможет стихотворение. Ребята, я сейчас прочитаю стихотворение с остановками в нужном месте. Будем соединять слоги и составлять слова. А вы знаете, что у, а вы знаете, что па, а вы знаете, что пы, что у папы моего было сорок сыновей? А вы знаете, что со, а вы знаете, что ба, а вы знаете, что ки, что собаки-пустолайки научились летать? Скоро будет колесо. А вы знаете, что пот, а вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем. Какие слова мы составили из слогов? Папы, собаки, море. Ребята, давайте с одним словом составим предложение. У папы жили собаки. Мы произнесли звук, слог, слово и составили предложение. Звук, слог, слово, предложение. Таким образом мы восстановили логическую цепочку слов. Давайте составим предложение про наших друзей. Малыш и Карлсон дружат. Запишем данное предложение в тетрадь. Что вы заметили? Предложение пишем с заглавной буквы. И в конце ставим точку. Вспомним, что такое предложение. Предложение – это слово или несколько слов, которые связаны по смыслу и сообщают о ком-то или о чём-то. А сейчас по картинке составим предложение. Карлсон живёт на крыше. Малыш и Карлсон – друзья. Карлсон прилетает в гости к малышу. Они вместе отдыхают. О ком эти предложения? Эти предложения о Карлсоне и о малыше. Ребята, эти предложения связаны между собой. Значит, мы составили текст. Текст – это несколько предложений, связанных друг с другом по смыслу. Текст можно озаглавить, придумать название. Для этого мы должны найти основную мысль, о чём или о ком говорится в тексте. Карлсон и Малыш решили составить текст. И всё перепутали. Помогите им составить текст. Он весь белый. У Максима живёт кот – Барсик. Барсик любит спать на солнышке. Хвост пушистый. У них получился текст? А теперь давайте мы им поможем. У Максима живёт кот – Барсик. Он весь белый. Хвост пушистый. Барсик любит спать на солнышке. А теперь внимательно прочитаем наш текст и озаглавим. Придумаем название. О ком говорится в тексте? О Барсике. Карлсон назвал текст Максим. Малыш назвал кот – Барсик. Кто правильно придумал название к тексту? Из двух вариантов выберем название, которое подходит к тексту. Кот – Барсик. Конечно же, малыш был прав. Молодцы! Ребята, давайте прочитаем и определим, можно ли сказать, что это предложение. «Воробьи в краях зимуют в родных катается на...» Миша на коньках. Нет, это не предложение. Это просто набор слов. Давайте составим предложение из слов. «Воробьи в краях зимуют в родных катается на коньках». Мы можем сказать, что это текст? Нет, потому что предложение не связано друг с другом. А теперь, ребята, проверьте себя вместе с нашими гостями. Если вы правы, говорите «да», если нет, говорите «нет». Предложение – это слово или несколько слов, связанных по смыслу? «Да». К тексту нельзя придумать название. «Нет». Начало предложения пишется с маленькой буквы. «Нет». Текст – это несколько предложений, связанных друг с другом по смыслу. «Да». Сегодня на уроке вспомнили, что такое предложение, узнали, что такое текст, научились составлять текст. Вот и подошёл наш урок к концу. «А теперь оцените свою работу». Если всё было понятно, нарисуйте улыбку. Наши друзья, гости Карлсон и Малыш прощаются с вами. До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова